здравствуйте товарищи вы слушаете новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе российские банки финансируют в ссу 100 уголовных дел сфере гособоронзаказа сетевое издание я один точка ру сообщает свердловский депутат госдумы максим иванов помогающий участникам боевых действий рассказал о новой мошеннической схеме по его словам служба безопасности украины заставляет пленных российских военнослужащих брать на себя в банках онлайн-кредиты так сестра участника свого который уже год в плену и это подтверждено документально рассказала что на днях семье начал названивать банк с требованием погасить просрочку по кредитам оформленным на брата в то время когда он уже находился в заточении у врага в ответ на то что брат находится в плену в банке развели руками и сказали что нарушение закона нет кредит выдан погашайте по словам депутата полученные деньги идут на поддержание украинских войск сколько наших в плену на украине а теперь представьте если враг начнет массово оформлять на них кредиты на серьезные суммы один банк предлагает до 5 миллионов без посещения банка сами прикиньте какие в итоге астрономические суммы получаются и все эти деньги разумеется пойдут на поддержку вражеской армии рассуждает депутат выводят эти деньги через третьи страны и сообщников россии банк никак не реагируют требуются изменения в работе банков депутат заявил что готовит запрос центробанк с был постоянно придумывают различные схемы и среди наших граждан находят сочувствующих и пособников сообщил максим иванов наши солдаты сражаются с американским фашизмом на украине а попав в плен подвергают состязаниям так еще и в тылу находятся дельцы которые готовы поживиться на и горе за счет пленных солдат финансируют их же мучителей наши борцы с фашизмом идя на фронт должны быть уверены что в тылу им будут стремиться всячески помочь и поддержать а их семьи их благосостояние под надежной защитой государства недопустимо наживаться на наших военнослужащих правоохранительным органам стоит проверить эту информацию и решительно наказать виновных по всей строгости закона то сообщает росфин мониторинг в 2024 году в рамках мониторинга исполнения государственного оборонного заказа направил в правоохранительные органы более тысячи материалов по которым уже возбуждено около ста уголовных дел от преступных посягательств спасено более 6 миллиардов рублей об этом сообщил глава росфин мониторинга юрий чеханчин выступая в совете федерации он отметил что по одному из уголовных дел в сфере гособоронзаказа возвращено в бюджет более 9 миллиардов рублей кроме этого по его словам мероприятия с минобороны и генпрокуратурой позволили сократить в два раза размер просроченной дебитерской задолженности по выданному ранее авансом в рамках гособоронзаказа чеханчин также отметил что объем бюджетных средств недопущенных банками в теневой оборот увеличился в 2023 году в пять раз росфин мониторинг направил в прошлом году более двух тысяч материалов правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях исполнители гособоронзаказа в результате было возбуждено более 180 уголовных дел то что буржуазные власти борются с хищениями на гособоронзаказе это правильно победа в своего главный приоритет и главный вызов российской экономики это требует новых подходов в управлении производством но многие собственники и управленцы не готовы работать по-новому и по старинке пытаются переложить все на плечи трудящихся никак не компенсируя им дополнительные нагрузки не повышают производительность труда не заботятся о восстановлении здоровья работников не повышают им зарплату а лишь думают как озолотиться на гособоронзаказе рабочие главная производительная сила в стране рабочий непосредственно производят все для нужд фронта улучшение положения рабочих увеличение их производительности труда положительно скажется на выполнение гособоронзаказа борьба за повышение оплаты труда за улучшение условий труда сейчас совершенно законно и актуально товарищи пользуйтесь вашими законными правами и отстаивайте ваши интересы на лучшую жизнь а с вами был артеменков дмитрий с коммунистическим приветом из города загорск московской области загорск московской области